Приветствую вас, мои дорогие зрители. С вами Лилия Донскова. Сегодня я вам покажу, как взблести вот такую вот ажурную, широкую косу. В ней две косы, одна уже готова, вторую мы будем плести вместе. Нам понадобится с вами расческа и одна маленькая резиночка. Волосы нужно хорошо-хорошо расчесать. Перед этим я сделала, ну, практически ровный рядок, сзади это выглядит таким образом. И расчесываем волосы, поднимаем одну прядочку рядом с макушкой. Отделяем от основного полотна волос, также расчесываем. И здесь очень важно делать все правильно. Делим на три части, то есть мы плетем с вами обычную косу. Делим на три части и начинаем плести как можно выше и ближе, поднимая к центру макушки. Потому что если вы будете плести ниже, то получится голова пришлепнутая, а здесь широко, будет некрасиво. Поэтому мы начинаем плести как можно ближе к макушке. Вот смотрите, я проплела один раз и вот одна прядка, которая, получается, ушла вниз, я ее называю, которая упала, да, та прядка, которая падает, я сразу же к ней чуть-чуть добавляю волос. То есть я беру отовсюду по чуть-чуть и начинаю вплетать, как бы я плела обычную косу, то есть ничего не меняется. Следующая упала, я к ней добавляю чуть-чуть волос и проплетаю еще один стежок. Опять упала, добавляем, я пальчиками аккуратно отделяю и вплетаю в косу. Получается, обычная коса, может быть, чуть-чуть не неряшлива, ничего страшного. То есть плету туго, обратите внимание, что заплетено туго. Проплела несколько стежочков, начинаю поднимать сразу. Особенно, чем длиннее волосы, тем это важнее, потому что, так вот здесь не очень туго, потому что чем волосы длиннее, вы начнете вытягивать. Уже из заплетенной косы получится, что вы рвете волос, натяжение идет волосы и будет рваться. Нам это не нужно. Сейчас еще про плету, потому что не хватает тужины. Может быть, 5-6 стежочков нужно сделать. Аккуратненько плетем. Если волосы длинные, то лучше их периодически расчесывать. И вот теперь начинаем вытягивать. У меня не пошло сразу, не задалось. Я сейчас объясню. Вытягивать таким образом. Подцепляем тоненькую-тоненькую волосинку и вот так вот вытаскиваем. То есть мы делаем такие кудрявые. Тут я потом расправлю, вытушу. Мне нужна будет вторая рука. Раз, подцепили, подняли. То есть видите, как будто бы ажурное кружево встает. А сзади мы тоже аккуратненько нащупываем, где у нас колечко волос и вытаскиваем тоже тоненькую прядочку. На ощупь, как получается. Потом можно будет все подправить, посмотрев в зеркало. И плетем дальше. То есть раз, два, проплели. Остановились. Например, я вот так перехват делаю. Освобождаю вот эту руку. Начинаю ей вытаскивать. Тоже тоненькую ажурную кудряшечку. Тоненькую ажурную кудряшечку. Можно чуть пошире. Вот у меня с этой стороны чуть-чуть пошире были. Придется переплетать. Мне главное, чтобы вы поняли принцип. Сзади не забываем тоже вытаскивать. Эта коса занимает по времени чуть больше, чем если просто растаскивать, распушать волосы не ажурная. И вот мы с вами закончили. Вот когда заканчиваете вот эта последняя прядка, мы ей потуже косу подтягиваем к шее, чтобы не было такого большого расстояния. Иначе коса будет бултыхаться. Затянули. Продолжаем растаскивать тоненькие кудряшечки. Не получается. Переплетаем. То есть если слишком сильно подтянули широкую, лучше распустить и заплести заново. Аккуратненько подцепляем. Плетем с этой стороны. И вот тут у нас уже пошло двухсторонняя коса. То есть мы и с той, и с другой стороны распушиваем. Так. Зеркало далеко. Так. Надеюсь вам хорошо видно. Сзади тоже не забыли, проверили, что получается. Идем. Распушаем. Смотрите, как все просто. Она коса смотрится немножечко по-другому. Более как-то интересно, что ли, более празднично. Я когда такую косу плету, получаю очень большое количество комплиментов. Многие прям на улице останавливают, спрашивают, где мне заплели такие косы. То есть можно вот так. Ну смотрите, косы получились у меня разные. Просто эту я начала плести раньше. И мне ее не видно. Перед большим зеркалом удобнее плести, когда видишь сразу, как здесь, так и здесь. Ну ладно, я эту переплету. Главное, чтобы вы увидели разницу. Пусть будет так. То есть вот так мы плетем, плетем, плетем. Тут на ваше усмотрение. Вы можете делать вот эти кудряшки вообще тоненькие, ажурные. Опять же, от густоты волос нужно смотреть. Смотреть вот по желанию, от одежды. У меня есть такая ажурная накидка плетеная. Очень красивая. Я под нее вот делаю тончайшие вот эти выпуски. И все это вместе смотрится, конечно, бесподобно красиво. Как дополнение к наряду. Вот так распускаем аккуратненько. Никуда не торопимся. И всегда сравнивайте косы. Одно с другой. Смотрели, как на этой. Здесь тоже самое повторили. Вот они мне, конечно, совсем разные получились. Зато вы видите, какие могут быть вариации. Так, дальше не буду доплетать, потому что мне уже практически не видно. Я закалываю хвостик. Но очень красиво смотрится, когда побольше коса заплетена. Конечно, будет интереснее. Заколола, дораспушила. То, что здесь осталось. Вот. И теперь вот здесь мы подправляем. То есть вытаскиваем вот эти ажурочки. Тоже маленькая ошибочка. Отступила. Значит, от макушки спустила. Смотрите. Сразу вид совсем не тот. То есть нет вот этого вот. Нечего поднять. Ничего не стоит тут. Потуже и поближе к макушке. Тогда будет стоять вот такая вот красота. Как бы, опять же, по форме головы, смотрите. Мне как бы, мне хорошо приподнять чуть-чуть могу. Пробуйте. Экспериментируйте. Плетите косы и старайтесь, чтобы они получались одинаковые. А не так, как у меня сейчас. А я побегу переплетаться. Сделаю эту такую же, как эта. Жду ваших комментариев. Пишите. До встречи в следующих видео. С вами была Вилия Донскова. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok